С работы едем, по работе ездим. А здесь перекрыто движение? Нарушено. Ну что поделать? Не заметила. Не заметила и влетела под кирпич. Такими же злостными нарушителями сегодня стали ещё более 50 водителей. Но за это пока не штрафуют. Сотрудники ДПС понимают, нужно дать время, чтобы водители привыкли к новому маршруту движения. В прямом направлении, сквозном движении, движение здесь запрещено. Водители информированы на каждом перекрёстке, соответствующие дорожными знаками. Те, кто сюда заезжает, что с ними? Сегодня, как первый день, делаем водителям устные замечания, устные предупреждения. Соответственно, разворачиваем в обратном направлении. И они ищут другие пути проезда. Привычный маршрут теперь придётся подкорректировать всем, кто ездил по улице Козлёнской. С сегодняшнего дня для движения закрыты два квартала от улицы Левичева в сторону льнокомбината. Автомобильный поток перенаправили на Герцена и Советский проспект. Впрочем, троллейбусы здесь по-прежнему будут ездить. Только теперь нужно остановиться на перекрёстке и переставить штанги на другую линию. А с утра пять раз делали, а сейчас два раза. Ужасные! Причина всех неудобств – масштабный коммунальный ремонт. Сегодня строители приступили к разрушению дорожного полотна. Вот так экскаваторами они пройдут 400 метров асфальта. Сейчас здесь проводится капремонт магистральной тепловой сети ТГК-2 Вологодской ТЭЦ. Меняем старую трубу, будем положить новую. Старые трубы уже пришли в негодность и аварии стали случаться всё чаще. Только за последнюю зиму коммунальщики устранили здесь несколько серьёзных прорывов. Каждый раз приходилось отключать горячую воду, а иногда и тепло. Отопление ещё более-менее может утрепить. А вот с садой вообще проблемы. То её вообще не бывает, то ещё лидом отключают. Это объект особой важности, говорят подрядчики. Поэтому для работы здесь отобрали только лучших сотрудников. Два десятка рабочих за три недели должны успеть убрать асфальт, демонтировать старые коммуникации и уложить новые. График работы строгий, трудиться будут по 14 часов в день. Вновь проехать по улице Козлёнской прямо вологодские автолюбители смогут только в конце августа. Но два месяца ограничений пройдут не напрасно. В результате этого ремонта в сотнях домов появится стабильное снабжение теплом и горячей водой. По крайней мере, на это надеются коммунальщики и сами горожане. Людмила Алексеева, Василий Попорин. Новости Вологды. Новости Вологды. Продолжение следует...